Добрый день, дорогие друзья! В рамках программы «Особое мнение» на портале «Сиапресс» до Нового года – такой новый мини-проект. По крайней мере, пока до Нового года, там будет видно, в котором участвует известный активист в городе Сургуте Сергей Евгеньевич Глинских. И ваш покорный слуга – журналист Иванистский Эдуард. Сергей Евгеньевич, приветствую вас! Здравствуйте! Итак, дорогие друзья, почему мы решили в таком необычном составе собраться сегодня в студии? Дело в том, что каждый из нас, я имею в виду и Сергей Евгеньевич, и я, мы любим с друг другом полемизировать, дискутировать. Вообще, такие отъявленные собеседники, при этом каждый зачастую из нас остается со своей позицией, со своим мнением, что не мешает нам продолжать наше достаточно такое продуктивное общение. И мы решили перенести вот этот формат полемики в рамках особого мнения на портале «Сиапресс». Посмотрим, что из этого получится. У нас три темы до Нового года, я сразу анонсирую. Хотели мы начать с поймы 5, нами любимой. Вот, затем у нас НТЦ. Но, конечно, впереди планеты всей. Тема сегодня номер один, она главенствует не только в Сургуте в стране, но и во всем мире. Это тема, я бы обозначил, коронавирусные ограничения. Вот, даже не сам коронавирус, потому что мы не медики, мы не собираемся залазить в медицинскую ипостась, где мы мало что понимаем. Но вот исследовать причинно-следственную связь, да, и вообще сам этот процесс, происходящий с коронавирусными ограничениями, спрогнозировать какие-либо возможные события, вот это мы попробуем сделать в непривычном для нас стиле, мало эмоционально и максимально объективно. Мы постараемся, по крайней мере. Да, насколько это получится. Итак, главная тема нашей сегодняшней беседы заявлена. Сергей Евгеньевич, прежде чем предоставить вам слово, я хочу все-таки уточнить, что буквально вот еще в пику, да, ну в продолжении этой темы, буквально несколько дней назад Дума Хантамансийского автономного округа, значит, как бы ратифицировала инициативу, да, это еще не законопроект, но инициативу по введению QR-кодов, да, в нашем регионе. То есть согласились с этим. Понятно, что его еще, это инициатива Москвы, я так понимаю, она бросила на изучение в регионы, пока только Южная Осетия, да, выступила против, а все остальные, естественно, согласились. Вот, и в связи с этим я бы высказал два, безусловно, для кого-то может быть спорных, для меня бесспорных тезисов. Итак, что я имею в виду? Тезис номер один. Введение QR-кодов – это форма принудительной вакцинации. Я знаю у тебя свое мнение, ты сейчас скажешь. Это первый тезис и второй тезис. Ну, ладно, добавь тогда по первому тезису сразу. Ну, просто я бы не сказал, что это принудительное, но вообще, как бы здесь нужно просто уточнять, понять, я бы назвал это стимулирование все-таки населения прививаться. То есть я пока что вижу это так. Но, кто знает. Хорошо. Ну, и второй мой тезис, я думаю, что это констатация факта, что, на мой взгляд, абсолютно безусловно, что введение QR-кодов окончательно раскололо наше общество на два противоборствующих лагеря. И эти формы противоборства принимают все более и более агрессивные формы, судя по многочисленным видеороликам и прочим-прочим, все, что происходит в сети. Итак, Сергей Евгеньевич, собственно говоря, тебе слово. Ну, со вторым тезисом здесь, конечно, трудно не согласиться, тем более в ЦИОМ, да, это вот как раз государственная организация, которая проводит исследования мнения населения, она как раз 26 ноября провела ряд исследований мнения наших сограждан, как они относятся к вакцинации. И оказалось, я не буду просто зачитывать, там несколько было исследований проведено, но по их результатам видно, что от 30 до 40 процентов наших сограждан, ну, скажем так, с сомнением относятся к вакцинации. Вот, 30-40 процентов, это говорит ЦИОМ. То есть, в принципе, ну, почти половину... Подразумеваю, что в ЦИОМ это официальная машина, то есть, на самом деле, будем подразумевать, что эти проценты гораздо больше и отношения гораздо резко отрицательнее и эмоциональные. По крайней мере, ну, глядя на социальные сети, можно прийти к такому мнению, но так как у нас, мы лично не проводили исследования, мы будем опираться на то, что, собственно говоря, есть. Но и это громадные цифры, 30-40 процентов, да, почти половина населения. Но я хотел бы еще обратить внимание на один аспект, как мне тоже кажется, а я давно слежу за ситуацией с коронавирусом и с мероприятиями, которые применяются, чтобы его остановить, да, в течение года. И мне казалось, что вначале, когда только появилась информация о том, что у нас будет первая вакцина, потом, когда она вводилась в гражданский оборот, мне кажется, что, наоборот, большая часть населения как-то приветствовала то, что будут вакцинироваться. Были даже очереди и в социальных сетях, мне кажется, что в основном как-то поддерживали это. А потом, чем больше людей вакцинировалось, чем дальше шла эта кампания по прививанию нашего населения, тем как-то тренд развернулся, и все больше и больше людей как бы не принимало эту историю. Я не знаю, согласишься ты или нет, но если ты согласишься, мне кажется, стоит просто порассуждать о тех причинах, которые привели к большому количеству. Давай посмотрим, что может являться причинами вот такого странного, да, с точки зрения сторонников вакцины, да, отношения другого лагеря населения, да, к этой всей истории. Ну, во-первых, сразу же добавлю, что действительно эта история длится уже там с конца 2019 года, да, с начала 2020, по-моему. И его по-удивительно странному, в кавычках, стечению обстоятельств, я хочу обратить внимание, что за прошедший период как-то странным, подозрительным образом у нас стихал ковид ровно когда нужно было принять поправки Конституции, когда у нас те или иные выборы. Он как-то сразу сам стихает там на какое-то количество процентов, которые позволяют спокойно провести те или иные общественные мероприятия, так необходимые государству и власти. И вот, и как только они проходят, у нас сразу как пенсионную реформу приняли первый день, да, почему она вызвала такое бурное это возмущение, позазрение, да, что первый день начала чемпионата мира по футболу. Никогда этого не прощу. Даже некоторые сфоргутские активисты, не побоюсь этого слова, предлагают, как бы, они провести ли нам выборы на пике, чтобы, чтобы снизить, нужны очередные выборы. Это вот такая тенденция, конечно, я думаю, что она доверие ко всей этой компании, очень мощной, агрессивной, информационной. Я сейчас, я называю информационную компанию, такую прям, ну, уже невозможно, знаешь, со всех утюгов, что называется, как раньше говорили, да, включишь, и там везде, везде, везде. У нас все люди сегодня, если кто-то известный особенно, бедные, несчастные, известные люди, которые умирают, они умирают только по последствиям от ковида, а не от возраста, что ему 93 года, не от того, что еще, что у него там инсульт, инфаркт, еще что-то, он умирает только по последствиям от ковида. Все это, мне кажется, в том числе является одной из причин, или одной из многочисленных причин, которые не вызывают доверия ко всей этой компании. А, кстати, вот как ты относишься к письму главных врачей, как там это, к антиковидникам, такое небольшое письмо. Красную зону приглашаем. Красную зону. Мне кажется, на это очень хорошо, исчерпывающе ответил Кургинян в своем блоге, я его вот сегодня посмотрел перед эфиром. Мне он очень понравился, исчерпывающий ответ, причем несвойственный очень малоэмоциональной манере. И он очень грамотно все по полочкам разложил, что действительно, вы что призываете сейчас, экскурсии в зоны бедствия делать? Тогда может быть экскурсии в морг, экскурсии в Чернобыль, экскурсии в горячие точки. Это что за туризм такой, новый вид туризма? Ну это какая-то форма вообще некорректного, форма некорректного общения вообще в принципе в обществе. Так нельзя вести себя. Я вот обратил внимание даже на сам тон, как он был написан, оно было очень короткое, но при этом такой тон, что типа мы как бы здесь заняты, да? Вы понимаете, чем мы занимаемся. Ну раз вы такие там неверующие, ладно, но я бы здесь, я так как достаточно хорошо знаю систему, да, как пациент, но все-таки систему медицины достаточно хорошо знаю, я был удивлен даже не этим тоном, да, а в принципе то, что приглашают чужих незнакомых людей, посторонних, в общем-то, в инфекционное отделение, что запрещено в принципе, понимаете, по правилам медицины, приглашают в реанимации, а туда ведь даже родственников не пускают, потому что это стерильные помещения, да, и аспект этики, то есть кто-то там лежит, болеет, что это за музей какой-то. Я здесь хотел просто обратить внимание, что в целом, мне кажется, тоже я согласен, что информационная кампания провалена, и вот как раз такие письма, да, по которым появляются, они как раз очень хороший показатель, что там наверху, видимо, уже не знают просто, что делать, да, и вот это какие-то такие очень странные штуки, которые вроде призваны повернуть людей в нужную сторону, но, мне кажется, наоборот, отвращают больше и раздражают в этом смысле, вот. Это пример того, что, вообще это интересная штука, ведь на самом деле у нас же громадная машина пропаганды, да, которая с какими-то вещами достаточно хорошо справляется, и здесь вдруг оказалось, что надо действительно полезную вещь, скажем так, преподнести, и она оказалась совершенно беспомощной, совершенно беспомощной. Ну, смотри, здесь есть субъективные факторы и есть объективные факторы. Субъективный фактор – это все, что вот мы сейчас перечислили, да, в том числе этика, в том числе вместо объяснения и разъяснения оголтелая, агрессивная пропаганда и назидательная такая, она, вот эта форма, вот уже в художественной, невозможно ничего смотреть вообще по телевизору, да его и так-то уже вредно смотреть уже давно, а так вот, что там везде появляются вот эти плаги, вот эти флаги, вот эти выскакивающие надписи, типа, а ты вакцинировался и так-то. Ну, то есть вот это все, вот эта пропагандистская машина работает настолько грубо и настолько некорректно, настолько неуважительно по отношению к обществу, что мне кажется, кроме раздражения, а порой у кого-то еще и крайних эмоций, она ничего не вызывает. Это первый, это субъективный фактор, да, вот то, что говоришь, проваленная инфляционная кампания по всем статьям абсолютно. То есть она работает против, нежели за. Это очевидный факт. А вторая объективная причина, вакцинированные продолжают умирать, Сергей Евгеньевич, и этих примеров, вот в круге своего круга знакомых, знакомых, да, ну, у каждого человека есть свой круг знакомых, да, там, у кого-то десятки, у кого-то сотни людей, у кого-то больше, меньше, неважно. Всегда есть подобные примеры, то есть вызывает вопрос доверия к самой вакцине, понимаешь, самой вакцинации. Смысл какой вакцинироваться, если люди также, ну, с летальным исходом и после вакцинации. И это уже объективный фактор, который разъясняется, ну, и плюс, вспомни, как нам рассказывали про эту вакцину. Вот, вот, я бы хотел, да. Вот давай, ты ее хорошо изучал, вот ты сейчас тезисно можешь прям пошагово ее примерно вспомнить. Да, так как я, как бы, год за этим слежу внимательно, начал я следить, потому что 1 апреля 2020 года я вдруг проснулся и оказался в самоизоляции, вот. Я даже не мог выйти на улицу, кроме как в аптеку и в ближайший продуктовый магазин. И, в общем-то, для меня это стало очень интересным таким переживанием, и я стал изучать вообще, что происходит. И потом, спустя некоторое время, где-то полгода, я вдруг для себя понял, что, видимо, когда еще ковид подходил к границам нашей страны, ну, кто-то там наверху решил, слушайте, а ведь это неплохая идея, попиалиться на борьбе с коронавирусом и поднять рейтинги. Те или иные рейтинги. Да, те или иные рейтинги, назовем это так. Сказано, сделано и понеслась. Ведь, если мы вспомним, вот, когда еще там начало пандемии на всех пропагандистских каналах, значит, да, это европейцы там слабые, хилые, а русский человек, он закаленный, да, мы его соплей перешибем, там, нам ничего не страшно. Потом подключились пропагандисты от медицины. Помните, это незабвенное чудо чудесное, говорила Малышева, понимаете? Ей вторил туго соображающий Мясников, что так это не опаснее, чем грипп, понимаете? И все вот они где-то месяц или два пытались взбить, видимо, панику или не знаю. Но ведь до сих пор все эти люди, они же на своих местах, но говорят уже совершенно другие вещи. А мы-то все это помним. Потом началась история, что наша медицина сейчас подготовится и переподготовится. Ну, мы все видели, как она готовилась. Потом, что у нас первая вакцина при первой вакцина. Потом у нас первое лекарство при первое лекарство. Потом благодарили врачей, чиновников, что победили раз. Потом второй, потом третий. А потом нас накрыла четвертая волна. И теперь мы, то есть если сравниваешь с данными других стран, а у нас вообще катастрофа. То есть у нас летальность несколько раз больше. Но мы об этом еще поговорим. И как бы я уже, ну, энтузиазма-то уже нету даже на федеральных каналах. Наоборот, как бы, то есть пока мы, простите, понтовались, другие вакцинировались. Вот. И, естественно, после всего этого опыта обычный человек, когда на это все смотрел, он, естественно, будет уже, как бы, ну, мягко говоря, не доверять всему, что говорят те же самые люди, которые говорили совершенно другое год назад, полгода назад, три месяца назад. Поэтому, естественно, ой, тут не совет, но пожелание, не знаю, если бы просто были бы с людьми честнее, и они бы тоже реагировали, мне кажется, немножко по-другому. Вообще, вот, конечно, люди, попавшие в эту неприятную, ну, грубо, мягко выражаясь, историю, да, она всегда очень трагичная во всех аспектах. Я знаю, почему мы тоже с тобой начали эту тему. Твою семью непосредственно коснулась эта трагедия с этим коронавирусом, у тебя ушел папа, вы переболели всей семьей, да, вот. И я знаю, что ты хотел поделиться какими-то, ну, не то чтобы там полезными, да, здесь, наверное, вообще неэтично говорить, полезные советы в данном случае, просто поделиться опытом человека, пережившего, семья которого пережила эту трагедию, в том числе в рамках вот существующей системы здравоохранения в отдельно взятом городе, в нашем Сургуте. Ну, да, я просто сейчас читаю, многие, много сейчас людей гибнет, и, соответственно, все больше и больше родственников, которые тоже это пережили, да, и, соответственно, делятся друг с другом там переживаниями, в том числе, вот я смотрю, в социальных сетях появляется много жалоб или, скажем так, сомнений в качестве, или в полном объеме оказания медицинской помощи вот таким вот больным. И я как раз, то есть тоже на своем примере пережил, и у меня тоже были и есть, остаются сомнения. Дело в том, что мой отец, он ведь погиб в общей палате с поражением легких 88%, да, и я еще тогда, как так, мы же все видим, что там на ИВЛ надо, в реанимации и так далее, как так. Вот, поэтому я обратился за проведением экспертизы, и когда я получил экспертизу, я, если честно, просто обалдел. То есть эксперт на нескольких страницах написал 40 замечаний к лечебному учреждению, причем некоторые из них, ну, допустим, оказывается, он давно должен был быть в реанимации, за неделю он должен был быть подключен к ИВЛ, это все показания, да, и так далее, и тому подобное. То есть некоторые вещи, которые не выполнены, могли являться причиной смерти. Конечно, конечно. Я сейчас, естественным образом, обратился в Следственный комитет, сейчас проходит проверка, и будет медицинская еще экспертиза проводиться. Вот, и я просто хотел обратиться к тем людям, которые тоже пережили, у которых есть сомнения. Вот, нужно сделать две вещи. Первое, это обратиться в лечебное учреждение, ну, в нашем случае это СОКБ, если вы близкий родственник, вам обязаны предоставить медицинские документы вашего близкого человека, который ушел из жизни. Там это амбулаторная карта больного, там посмертный эпикриз и какие-то документы по вскрытию, да. Вот, вы получаете в течение месяца все это. Это нужно для того, чтобы, ну, чтобы они у вас были, потому что документы, они же могут потеряться, а так они будут у вас основные документы, на основании которых вы будете потом предъявлять уже различные претензии. Второе, нужно обязательно обратиться в страховую компанию, где был застрахован ваш близкий человек, и запросить провести экспертизу качества оказания медицинской помощи. Она тоже проводится бесплатно, там месяц-два, как эксперты свободны, и потом, получив уже ее, вы посмотрите, потому что там эксперт, он оценит, и потом уже, ну, вы будете смотреть, то есть в суд обращаться, или в следственные органы, ну, или там, если не будет каких-то серьезных нарушений, ну, что ж, вот. Вот, поэтому такие советы, я думаю, что это все наши там близкие люди, да, и мы за них все переживали, мы болеем, поэтому, ну, надо делать все, что от нас зависит. — Что меня еще удивляет Сергей Евгеньевич, вот депутат Государственной Думы Нечаев, он, для меня это, кстати, было тоже откровением, даже открытием, ну, я не скажу, что я прям глубоко погружен вот в эту всю эту тему, вот, но, оказывается, вот, принуждают, заставляют, как ты говоришь, стимулируют вакцинироваться. — Человек вакцинировался, умер, и никаких последствий, вернее, умер по последствиям от вакцинации. То есть есть очень побочные и серьезные явления, немало исследованы, потому что все это, все это быстро надо делать, все эти вакцины производить, да, поэтому не 3-5 лет, как раньше, да, там, вакцины производили, исследования все возможные должны проводиться, лабораторные проводятся. И потому, как они вакцины, ну, вот, для меня вообще непонятно, как можно в торговых центрах поставить вот эти палатки по вакцинированию. То есть я подошел человек, говорит, бабушка, у которой просто по ее показаниям медкарты там вообще, ну, и заставляют расписываться, что ты не, врачи, которые тебя сейчас вакцинируют, не несут никакой, государство не несет никакой ответственности за то, что ты, ты наберешь на себя все риски по вакцинации. Это что такое? То есть тебя сегодня QR-кодами закрыли, все, что можно закрыть, то есть тебя принуждают, я считаю, настаиваю на этом термины, да, принуждают вакцинироваться, ты вакцинировался, у тебя твой индивидуальный набор организма таков, что он не справляется с вакциной, ты умираешь, извини господи, вот, и выясняется, что тебе выплачивают единовременно там тысячу, что ли, рублей, и государство умывает при этом руки. То есть, что получается? Очень странная вещь у нас получается, Сергей Евгеньевич, то есть государство делает все, как ты говоришь, стимулировать вакцинации, я считаю, принуждают вакцинации, да, вот, я сейчас не говорю, нужна она или не нужна, я сейчас не это обсуждаю, я говорю о формах, какими действует государство. И в случае побочных, серьезных, у кого-то печень вылетает, у кого что, у меня куча знакомых, после вакцины просто там, ладно, обоняние и осязание потеряли, а там же там серьезные хронические заболевания появляются, и вообще отклонения патологические. То есть, и в этом смысле эти люди остаются никому не нужны, государство тут же умывает руки. Разве это правильно? Но тут я бы этот вопрос разбил на два подвопроса, потому что, конечно, мы все любим друг другу рассказывать истории про то, что у кого-то где-то там кто-то заболел. При этом очень часто, скажем так, последствия для здоровья наступают сразу или не сразу после вакцинации, но не всегда в следствии. Вот, поэтому я бы здесь не стал бы так обобщать. Но, наверное, такие случаи существуют, и здесь, безусловно, я с тобой согласен. Здесь никто не проводит исследование, спровоцировала вакцина или нет. Согласен, это очень плохо. Да, это очень плохо, и это, наверное, еще добавляет людей, которые начинают со временем сомневаться. А вот твой второй тезис, который касается, если государство стимулирует вакцинироваться людей, ограничивает их в правах, то есть QR-код, они же ограничивают в правах, да, то есть подталкивая таким образом к вакцинации, а я не исключаю, мы еще об этом поговорим, что, может быть, будет обязательная вакцинация, видимо, мы к этому идем, да, тогда государство, которое, базовая функция которого, обеспечение безопасности как от внешних, так и от внутренних угроз, должна брать на себя ответственность за все риски, которые с этим связаны. То есть это, причем, если мы посмотрим соответствующие законодательные акты, там это есть, да, допустим, закон о чрезвычайных ситуациях. Да, можно ввести чрезвычайную ситуацию, но тогда все, что происходит на этой территории, за это все несет ответственность государство. Потеря здоровья, потеря жилья и так далее и тому подобное, государство обязано компенсировать тем людям, которые оказались в этой ситуации. А я правильно понимаю, что мы живем по некоторым пунктам вот подобного закона о чрезвычайных ситуациях? Ну, мы не то, что живем, мы конкретно живем сейчас в рамках, ну, не чрезвычайной ситуации, потому что государству пришлось бы тогда компенсировать все, а в условиях режима повышенной готовности. Что тоже является, очень прописано в законе, да. Прописано в этом законе. И там есть определенное обязательство государства, да, в этом отношении, в этом пункте. Там, понимаете ли, в чем тонкость? Когда чрезвычайная ситуация, это да, а когда режим повышенной готовности, то этот режим, он больше для чиновников. То есть, ребята, у нас сейчас режим повышенной готовности, потому что мы ждем, что может произойти что-то страшное. Но оно у нас происходит уже полтора года, мы чего ждем, что это за режим, мы к чему готовимся-то? Так у нас давно уже эпидемия идет, да, то есть вот, поэтому многие специалисты и юристы, как бы, задают вопросы и спрашивают, ребята, ну, как бы, вы чего ждете-то дальше? Пора уже вводить ЧС, поехали так. То есть, мы живем в странно-правовом пространстве, да? Безусловно, безусловно. Более того, нас же поштрафуют в рамках этого закона, конечно. То есть, все, что касается фискальных мер и обязательств граждан по этому закону, государство с лихвой заставляет выполнять. А все, что касается встречных обязательств, да, ответственности государства за то, за сё, за пятое, за те, компенсации нормальные, а не те, которые... Ну, например, вот сейчас вот гибель, трагическая гибель шахтеров, да, у меня, кстати, дедушка шахтер, поэтому из Прокопьевска, поэтому я хорошо знаю, что это, ну, что это за профессия, я так помню по детству. И поэтому вот там вот компенсация государством, всё прочее, а люди, умирающие после вакцинации и в результате ковида... Игорь Михайлович, ты вообще поднял интереснейшую тему, которая вот мне несколько дней назад прям меня поразила, потому что, ну, я об этом до этого не задумывался, а тут вот я просто посмотрел. — 26-го числа, когда президент Российской Федерации Владимир Путин, по-моему, Совет Безопасности, когда он открывал заседание Совета Безопасности, он объявил минуту молчания по погибшим шахтерам вот в Кузбассе. И это является, в общем-то, в данных обстоятельствах совершенно естественным таким явлением, потому что во многих культурах, в том числе и в нашей, всё-таки гибель людей — это трагедия, да, и вот мы как-то, ну, выражаем соболезнование и так далее. — Всё правильно. Более того, то есть, когда гибнут достаточно много людей, либо это резонансное что-то, то власть уже не просто проявляет сострадание, но осуществляет поддержку организационную, моральную и материальную. И 29 ноября Мишустин, уже открывая там сколько-то заседание правительства, он прямо объявил, что мы выделим 80 миллионов, значит, семьям, значит, кому-то миллион, кому-то там 400 тысяч, значит, поддержат субъект, муниципалитет и так далее. — Я всё это смотрю, и в то же самое время я понимаю, что в эти же самые дни, и 26 числа, и 29 числа, и между ними, и до этого, каждый день в нашей стране гибло свыше 1200 человек от ковида, а они именно гибли, опять же, потому что распространение заболевания, опять же, в рамках этого закона — это чрезвычайная ситуация, понимаете? И меня даже поразило, знаете, не то, что не осуществляется никакой помощи, поддержки там семьям погибших от ковида, да, а в принципе никто даже не проявляет, ну, что ли, какого-то сострадания, никаких минут молчания, никаких, я не знаю, других каких-то печальных ритуальных действий в этом смысле, понимаете, да, то есть ничего подобного нету. Хотя помните, вот когда только всё начиналось, там была какая-то история, вот этот список врачей, которые погибли, да, вот это как-то месяц продолжалось, а потом раз, это и затихло. Может быть, я не знаю, где-то в проброс кто-то и говорит, да, там, не знаю, на каких-то совещаниях, но так, чтобы взять, там, выйти и объявить, что вот у нас, а у нас, между прочим, только официально погибло 265 тысяч человек от ковида, а избыточная смертность составляет больше 800 тысяч человек. То есть это, это город Тюмень вообще-то, то есть такие потери погибших, ну, я не знаю, наша страна переживала в самые сложные исторические моменты, самые сложные исторические моменты, вот, и для меня это интересный феномен, и, то есть вот эти погибшие, они не интересны как бы ни обществу, ни власти, ну, как бы мрут и мрут. Вот, и, ну, ну, здесь я не то, что не предъявляю, ну, я не предъявляю претензий, да, мне просто это стало интересно как исследователю. Вот, погибли 53 человека, значит, глава государства, там, премьер-министр, а что делается на местах, там, это все чиновники сейчас по очереди ходят в эти больницы, там, снимаются, всем помогают. И тут же гибнет 1200 человек, и, как бы, ну, мрут и мрут. Вот это интересно, почему такое разное отношение, казалось бы, к одним и тем же вещам. У меня есть несколько, как бы, ну, соображений, но я думаю, это потом. Ну, мы же задаем вопросы в большей степени, нежели пытаемся на них ответить, это не совсем наша с тобой компетенция, да, мы пытаемся отследить происходящие процессы, да, происходящие вокруг нас, и, как люди, живущие в этом, которые непосредственно в этом участнике этого процесса, мы пытаемся, собственно говоря, понять, что это, что сие происходит. Вот, исходя из этого тезиса, давай, у нас остается немного времени, попробуем спрогнозировать, а куда мы, собственно говоря, едем, куда вся эта история приедет, и в нашей стране, и наша страна, в частности. Что нас ждет? Что нас ждет? В первую очередь в нашей стране. Давай. Вообще, конечно, прогнозы дела неблагодарные, но в данном конкретном случае, мне кажется, можно с более или менее долей вероятности порассуждать, потому что тренды-то понятные, да. Давай скажем так, вот, базовый тезис, мир, и мы все в этом мире современном, мы начали, мы уже начали, мы начали жить в новых исторических реалиях, которые заключается эпоха какого-то там ковида, который будет еще раз 25 раз там другой, с разными названиями, по алфавитам, неважно. Все, наступила новая реальность, в которой мы все будем жить. Всеобщая глобальная угроза, которая будет с разных сторон сыпаться на нас. Ну, по крайней мере, судя по тому, что коронавирус подносит постоянные нам какие-то сюрпризы, вот новый штамп появился, омикрон, омикрон, да, да, да. И тоже он какой-то, ну, сейчас его изучают, но тем не менее, то есть он не сдается, и, видимо, несколько лет точно это будет. Итак, нужно всем понять, да, что мы сейчас вступили в новую реальность. Мир уже никогда не будет прежним, есть такая фраза писателей. — Но это точно, он не будет прежним, но нам, живущим в России, да, нужно понимать, что нас ждет. — Что нас ждет, да. — И здесь, в принципе, смотрите, весь мир двигается по одному и тому же тренду, да. Все ограничивающие мероприятия по распространению ковида, они формируются в ВОЗе. И, в общем-то, так или иначе, все страны... — Смирное здравоохранение. — Да. — И так или иначе. — И так или иначе, все страны в этом фарватере двигаются. Кто-то раньше, кто-то позже. — И, насколько я понимаю, мы слегка отстаем от Европы месяца на три, может быть, на шесть. То есть, ну, и QR-коды — это же тоже не наше изобретение. Сначала там все это появилось. И вот, глядя на Европу, можно представить, что будет у нас. А там происходят, на самом деле, вещи очень интересные, да. То есть, там закручивают гайки по полной, да. То есть, там уже в некоторых странах, вот то, что называется, приняли обязательно вакцинацию, допустим, в Австрии. В феврале, если вы не вакцинировались, вас будут штрафовать. Точно так же в некоторых скандинавских странах. Все должны вакцинироваться. Если нет, будет штраф. В полную силу идет вакцинация детей 12 лет. Многих старшеклассников уже не пускают, ну, во многих странах, да. Я уже не говорю ограничения по поводу переездов из города в город, а в другую страну, QR-код будь добр, предъяви. И даже сейчас у них, ну, у них сейчас вспышка тоже идет. Казалось бы, вот декабрь, казалось бы, сейчас распродажи, все такое. Рождественская неделя. Закрывают, самоизолируют и так далее. То есть... То есть ты считаешь, шаг назад не сделают? Нет, более того, то есть... Почему? Там же сейчас происходят очень активные протестные акции. И то, что у нас там выходит по несколько человек и вяло читают, что-то там, какой-то запись президента. Там собираются тысячи человек, и там все по-настоящему, да, там и камешками кидаются. То есть столкновение, бронзбой, да, все по-полному. Конечно, конечно, все это полный набор, там, с зажигательной смесью, там, а им слезоточивый газ в ответ. И при этом я точно уверен, что чиновники от Европы не будут сдавать назад. Они будут дальше затягивать гайки, потому что то, что они увидели год назад в своих больницах и моргах, это их настолько потрясло. Ну, чтобы вы понимали, Европа, наверное, со Второй мировой войны, она не сталкивалась с такими потрясениями вообще. И то, что там увидели чиновники, да, они это запомнили на всю жизнь. И они не точно, их вот эти вот акции точно не устрашат, они будут вакцинировать и дальше, тем более, что, видимо, вакцина работает. Ну, по крайней мере, европейская реальность об этом говорит. Ну, к примеру, допустим, вот в Великобритании, там заражается каждый день 50 тысяч где-то человек, но гибнет-то 130. В Германии заражается 60 тысяч человек, а гибнет где-то 250-260. Хотя в той же Германии год назад заражалось меньше 34 тысячи, да, а гибло 1100 человек. То есть европейские власти точно увидели, что вакцина работает. Да, люди передают, да, то есть заражаются, но умирают меньше, меньше тяжелых случаев. Поэтому медицина может справиться, понимаешь? А вот у нас гораздо меньше вакцинированность. Там в Европе 70-80%, где-то там к 90% подходит. То у нас чуть-чуть, мы сейчас перевалили за половину. И посмотри, что у нас делается. У нас вроде 33-34 тысячи заболевают каждый день, но умирает больше 1200. То есть если сравнивать там с Великобританией, то там в 10-15 раз больше. А может быть еще разница в вакцине? Почему на прилавках наших коммерческих аптек, они все коммерческие сегодня, государственных же нету, да? А почему нет импортной вакцины от ковида? Я считаю, это неправильно. Пусть за деньги, почему? Я не знаю. Если они там показали эффективность, как ты говоришь, вот привел примеры, да, все европейские страны. Ну так пусть они японские, китайские, американские, европейские, а почему азиатские? Пусть они на прилавках лежат. Пусть они будут, они понятны, что будет дорого и денег стоит. Но кто-то может быть купит, кто-то верит в эту чудодейственность и так далее. Я к чему? Вот это тоже один из тех вопросов странных. А почему у нас только спутник, только... То есть, получается, следуя логике, вывод, я какой делаю, ну, ты сейчас либо подтвердишь, либо оппонируешь, то есть получается, отечественная вакцина, вакцинирование, да, и все эти меры, это не столько про здоровье и не только про здоровье, а это еще политика и бизнес. Политика и бизнес, политика и бизнес, потому что, ну, действительно, это очень странно, что... Ну, надо понимать, что у нас в России нет ни одной вакцины, которая была одобрена ВОЗ. У нас три вакцины, и ни одна из них не одобрена ВОЗ. В Украине, допустим, пять вакцин, которые одобрены ВОЗ. И, причем, я сейчас не говорю, работают они, не работают, но я лично считаю, да, при этом мы, как бы, не являясь специалистами, мы в данном случае как верующие, да, вот я вот, допустим, слушаю, так, Константина Северинова, да, там, микробиолог, вот, он говорит, что вот спутник работает, вот он говорит, а две вакцины, ну, я просто не видел исследований по этому поводу, да. Поэтому, ну, я в него верую, да, я считаю, что спутник работает, да, но почему не пустить за деньги, ведь постоянно выходят эти коммерческие компании и частные лечебные учреждения. — Ну, почему у нас гиперные лекарства есть в аптеках, а вот этого, а вакцин нет? — Какие проблемы? Ну, вот. — Вот здесь тоже, да, вот чего-то мы не знаем. — Я думаю, это неправильно, безусловно, то есть... — Итак, что нас ждет? — Ну, судя по тому, что... — Приедем туда же. — Конечно, конечно, потому что мы, безусловно, повторяем все, что происходит в Европе, ну, что далеко ходить, вот ты про закон говорил, он будет принят в феврале, который будет ограничивать передвижение в транспорте, в продуктовых, по крайней мере, в товарных магазинах, без QR-кода никуда. — Да. Зарегистрировали детскую вакцину, ну, а 12 лет у нас будут прививаться, и нам никуда не деться, и все мы получим QR-коды, и все мы отдадим своих детей, значит, на прививки, нас ждет это, и тут ничего не поделится. — Что я могу сказать, вот добавлю от себя, да, что мне не нравится сегодня с этими QR-кодами? — Значит, у тебя сломалась машина, ты хочешь ее отремонтировать, купить автозапчасть, нужен QR-код. На автостанции нужен QR-код, бедных приезжали, невозможно ничего. То есть, и то же самое происходит, торговые центры, кинотеатры и так далее, то есть, там, где все режимы соблюдаются, неважно, нужен QR-код. В то же время, если ты захотел получить кредит, заплатить кредит, в банке QR-код никто не спросит. Если ты захотел заплатить налоги, никто QR-код в налоговых инспекциях нашей страны не спрашивает. То есть, там, понимаешь, да, какие двойные, а то непонятные вообще какие стандарты. Недавно митрополит Иларион во всеуслышание заявил, что вообще без QR-кодов на улицу людей выпускать нельзя. А что, в церкви тоже QR-код будут спрашивать? — А я не знаю, кстати, это интересно. — А ведь не спрашивают пока, да. Вот интересно, потеряют паству или не потеряют. Это, что на сегодняшний день тоже вызывает вопросы. Я спрогнозирую, дальше все будет гораздо хуже, Сергей Евгеньевич, на мой взгляд. Может быть, я усугубляю, может быть, я фантазирую. Мой прогноз таков. С QR-кодом будем жить, как по Джорджу Оруэллу, знаменитому роману. То бишь, сегодня QR-код нужен для вакцинации, а завтра он нужен, если ты, например, у тебя будут отменять QR-код. Если ты не заплатил, вовремя выплатил те или иные налоги, коммунальные услуги и так далее и тому подобное. Как только ты проявил какую-то низкую социальную активность по отношению к государственным обязательствам, которые ты должен выполнять, тебя сразу будут приостанавливать действия твоего QR-кода. Вот в этом я просто прогнозирую. Это мое личное, субъективный прогноз, который, дай бог, не сбудется. Но что-то мне подсказывает, что очень, очень даже большая вероятность этого может быть. Ну, не дай бог, конечно, постучу по столу. Как ты его знал. И, тем не менее, я думаю, что вот, что происходит сегодня в нашей стране, происходит чистой воды партизанщина. Мы не Европа, это у них там выйти на улицы, да, и там поджечь машины, это у них как бы народная забава в той же Франции. Да, что с тобой, революцию. У нас нет, у нас, если народ выйдет на улицу, то, боже упаси, поэтому лучше до этого не доводить. Поэтому мы занимаемся партизанщиной, поэтому у нас часть населения саботирует, как-то обходит и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, к сожалению, судя по многочисленным роликам, агрессия в обществе растет, и это очень плохо. И что самое плохое, подводя итог, Сергей Евгеньевич, у меня очень много знакомых, да, рассказывают вот про наши очереди вакцинированных. Если люди раньше, вот правда ты говорил, в самом начале мы как бы сейчас заканчиваем, да, закольцовываем, если люди действительно как-то с облегчением, с благодарностью выходили, что вот он, ощущением спасения с этой вакцины, сегодня люди, которые стоят в очереди вакцинирования, выходят оттуда, хлопают дверями, они все раздражены, они все подавлены, их заставили, они не верят, что это им поможет, они вообще боятся всего на свете, и эту вакцину в том числе. И вот это, то есть у нас сегодня цифры, которые людей, которые вообще на самом деле, потому что любой опрос, это же люди боятся говорить правду, а вообще вот так вот в приватном общении, я еще не встречал, к сожалению, сегодня человека, который с благодарностью бы говорил про эти вакцинации. Это тоже очень такой грустный и очень тревожный, на мой взгляд, показатель состояния нашего общества. Внутренняя агрессия очень высока, и мне это очень не нравится. И не хочется делать каких-то печальных прогнозов, я все-таки надеюсь, что на какую-то долю здравого смысла, который все-таки у нас со стороны начнет побеждать, и мы все придем к всеобщему согласию. Ну, а если нет, то спасение утопающих – дело рук. Самих утопающих – это мы тоже не один раз в нашей истории проходили. Я закончил, Сергей Евгеньевич, прощайся, и ты. Ну что, друзья, я призываю вас всех вакцинироваться, во-первых. Чтобы ты будешь здоровым. Да, 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 обязательно. Ничего страшного в этом нету. Я думаю, что Эдуард Тюрьевич, может быть, сгущает краски. Все мы вакцинируемся, детей провакцинируем, и забудем об этом, как страшный сон. Поэтому спасибо большое за внимание, и до следующих встреч. И будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok